МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Октябрьская революция 1917 года положила начало советскому периоду истории пограничных войск Отечества. Придя к власти, большевики энергично взялись за ликвидацию прежнего государственного аппарата и созданию нового советского. К октябрю 1917 года граница в европейской части страны сохранилась лишь со Швецией и на побережье Белого моря. Далее к югу от Финского залива до Персии проходила линия фронта. Охрана границы была практически дезорганизована в Туркестане, Сибири, на Дальнем Востоке. Фактически прекратил свою деятельность и отдельный корпус пограничной стражи. Связь генерального штаба корпуса со своими бригадами была утрачена. Катастрофическая обстановка сложилась на окраинах бывшей Российской империи. 26 октября 1917 года Всероссийский съезд Советов принял первые декреты, которые легли в основу государственного строительства и внешней политики революционной России. Было сформировано другое правительство Совета народных комиссаров во главе с Ульяновым Лениным. Мы стоим за необходимость, указывал Ленин, а государство предполагает границы. Перед советской властью стал вопрос об организации защиты и охраны границы республики. В первые месяцы эту задачу выполняла молодая рабочекрестьянская Красная Армия. Охрану участков границы, которые не превратились в линии фронтов, осуществляли отдельные части старого пограничного корпуса пограничной охраны, которые перешли на сторону революции и были подчинены военному ведомству, а также представителям органов ВЧК, рабочей милиции, местных органов советской власти. 16 ноября 1917 года Военно-революционный комитет издал распоряжение о временном закрытии границ Российской Республики. 28 мая 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принимает декрет об учреждении пограничной охраны. Именно эта дата в настоящее время отмечается как День пограничных войск. Положения декрета почти целиком были взаимствованы из правил об отдельном корпусе пограничной стражи 1910 года. В декрете был заложен принцип нерушимости границ как важнейшее условие обеспечения суверенитета советского государства, защиты его жизненных интересов. Первые пограничные заставы были сформированы из добровольцев, рабочих и крестьян. Но пограничная охрана не могла обойтись без профессионалов-пограничников царской армии. После Гражданской войны с 1920 года началось восстановление государственной границы. А в ноябре принято постановление о передаче охраны границ в ведение особого отдела ВЧК. Это означало, что пограничные войска становились одним из важнейших звеньев системы государственной безопасности Советской Республики. Также с началом 20-х годов продолжились усиления охраны морских границ и создания морских сил пограничных войск. В конце февраля 1921 года капитан 1-го ранга российского военного флота Модест Васильевич Иванов направлен в пограничные войска для организации морской пограничной охраны. Под его непосредственным руководством на Балтике, Чудском и Псковских озерах формируется Финско-Ладорская флотилия, которая и положила начало возрождению морских пограничных сил. К середине 1938 года насчитывалось несколько сотен сторожевых кораблей и катеров, которые охраняли более 30 тысяч километров морской и речной границы Советского государства. Суровой страницей в истории пограничных войск в 20-е-30-е годы была война с басмачеством в Средней Азии. Идейными вдохновителями басмаческого движения были националисты и реакционное мусульманское духовенство. Они проводили антирусскую политику под лозунгом «Газоват», то есть «Священной войны против неверных». Среди басмачей было немало бедняков. Это недовольные политикой большевиков или вовлеченные обманом и подкупом. Пользуясь поддержкой спецслужб западных стран, банды врывались в наши пограничные селения, безжалостно уничтожая все на своем пути. Особенно усилились набеги басмачей из-за границы в начале 30-х годов. В 30-е годы в пограничных войсках получило широкое применение в охране границы служебно-розыскных собак. Начало их применения относится к 1923 году. Но со временем использование разыскных и сторожевых собак стало приобретать организованный характер. В большинстве пограничных округов были созданы питомники, открывались курсы инструкторов-следопытов. Пограничник должен был в совершенстве владеть методикой чтения следов, так как нарушители, нелегально пересекая границу, использовали различные ухищрения. В 30-е годы во всей стране прогремело имя пограничника-следопыта градековского пограничного отряда Никиты Карацупы. Никита Карацупа знал свой участок границы в совершенстве. Его часто посылали туда, где возникла сложная ситуация и требовался незаурядный специалист, где никто, кроме него, не мог обнаружить затерянный след и найти притаившегося лазутчика. Только за 1933-1934 года Карацупа со своей собакой Ингусом задержал 158 нарушителей, из которых 37 человек являлись шпионами японской разведки. Обнаружил контрабанды на 600 тысяч рублей, раскрыл два уголовных убийства. Всего же на его счету 467 задержаний. Имя Никиты Карацупы стало легендой. О нем писали стихи, книги, слагали песни, его снимала кинохроника. Пробитая пулями фуражка Никиты Федоровича – память тех суровых героических лет. За время службы он подготовил более 800 прекрасных следопытов. Одна из застав Тихоокеанского пограничного округа носит его имя. От проводника разыскной собаки до начальника служебного собаководства, от рядового до полковника – таков итог 30-летней службы Никиты Федоровича Карацупы в пограничных войсках. Легендарный пограничник долгое время работал в музее пограничных войск. В 1965 году он был удостоен звания Героя Советского Союза, а в 1995 году первым в пограничных войсках стал заслуженным пограничником Российской Федерации. Его сын Анатолий и внук Андрей продолжили пограничную династию. Чем сложнее становилась международная обстановка, тем тревожнее было на государственной границе. Особенно обостряется положение на Дальнем Востоке середины 30-х годов, когда японское военное руководство начинает проверять прочность наших дальневосточных рубежей. Захватив Маньчжурию, Япония выдвигала территориальные претензии к Советскому Союзу, пытаясь в одностороннем порядке передвинуть пограничный знак. То и дело, на границе возникали вооруженные столкновения, многочисленные провокации и диверсии. 12 октября 1935 года на участке пограничной заставы «Волынка» Градековского пограничного отряда происходит вооруженное столкновение с японским отрядом. На помощь заставе прибыла конная группа во главе с командиром отделения Валентином Котельниковым. Японцы были выдворены, но в этом бою Котельников погиб. Узнав о его гибели в пограничный отряд добровольцем, прибыл служить его двоюродный брат Петр Котельников. «Хочу заменить любимого брата и защищать бдительно советские границы», написал в заявлении Петр Котельников. Этот пример положил начало патриотическому движению молодежи «брат на смену брату». Пограничники проявили мужество и во время советско-финского противостояния 1939-1940 годов. Но одной из самых главных героических страниц в истории пограничных войск стала Великая Отечественная война. Начало войны стало для пограничников сложнейшим испытанием. Ведь именно они первыми приняли на себя внезапный удар гитлеровской армии и ценой своей жизни задержали продвижение вражеских войск. 22 июня 1941 года немецкие войска вероломно нарушили границы нашего государства и атаковали советские погранзаставы от Черного до Баренцева моря. Гитлеровцы рассчитывали преодолеть советские заставы всего за 30 минут, но благодаря мужеству наших войск их расчет не оправдался. Более 600 пограничных застав охраняли рубежи нашего государства. 485 из них в первый же день Великой Отечественной войны подверглись нападению. Остальные заставы начали боевые действия спустя неделю, 29 июня 1941 года. Все они без исключения стойко обороняли порученные им участки. К сожалению, практически все герои остались неизвестными. Советские пограничники стояли насмерть до последнего патрона. Даже небольшие пограничные гарнизоны давали отпор фашистским захватчикам в течение многих недель. В ходе тяжелейших боев ни одна застава не дрогнула, не оставила без приказа своего участка границы. Через два дня после начала боев, 24 июня, газета «Правда» писала, как львы дрались советские пограничники, принявшие на себя первый удар подлого врага. Одним из самых важных сражений начала Великой Отечественной войны стала оборона Брестской крепости, где героически сражались солдаты сразу нескольких застав. Брестская крепость находилась на основном направлении главного удара немецко-фашистских войск на Москву. Ее защитники совершили поистине легендарный подвиг. Бои шли уже на подступах к Минску, а от бойца к бойцу передавались слухи, что где-то там на западе еще обороняется, не сдается пограничная крепость. Немецкое командование планировало войти в крепость к полудню 22 июня, то есть уже через 8 часов после нападения. Но не через день и даже не через неделю крепость не была взята. Фашистам не удалось осуществить свои планы. Брестскую крепость обороняли около 3000 красноармейцев и 500 пограничников. Потери были неимоверные, но советские солдаты не сдавались. 45-я немецкая пехотная дивизия осаждала крепость до 1 июля, потеряв более тысячи солдат и офицеров. После этого для блокирования крепости были оставлены два батальона, которым до 20 июля оказывал сопротивление небольшой отряд наших бойцов и командиров. Об этом свидетельствует надпись, сделанная 20 июля 1941 года на стене каземата. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Автор этой легендарной надписи, лейтенант Кижеватов, погиб в крепости. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. О подвиге советских пограничников маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков писал «Я лично видел и никогда не забуду, как храбро и стойко сражались пограничники под Москвой, под Ленинградом и Сталинградом, у Курска, на Украине, в Белоруссии». Пограничники не только обороняли рубежи Родины до последнего солдата, но и нередко переходили в атаки и контрнаступления. Так в ночь на 23 июня 1941 года бойцы сводного батальона 92-го погранотряда вместе с подразделениями Красной Армии выбили гитлеровцев из приграничного перемышля и несколько дней удерживали город в своих руках, пока не получили приказа об отступлении. Значителен вклад пограничников в развертывание всенародного партизанского движения на оккупированной врагом территории. Пограничные полки обороняли Одессу, Сталинград, Севастополь, Ленинград, Москву, участвовали в разгроме фашизма на территории Европы. В годы войны 150 пограничников удостоены звания Героя Советского Союза. Отважно сражались и бойцы Сухумского пограничного отряда, на основе которого было создано сегодняшнее пограничное управление ФСБ по Карачаево-Черкесской республике. Во все времена границу охраняли самые храбрые и мужественные сыны Отечества, первыми принимая на себя вражеские удары. Пограничные войска и сегодня являются надежной защитой рубежей России. Достойно несут службу, охраняя южные границы страны, бойцы пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике. Храня в памяти подвиги прошлых поколений, пограничники проявляют мужество и героизм при защите государственной границы, обеспечивая ее священность и неприкосновенность, охраняя каждого из нас. Время идет, но не исчезнут славные пограничные традиции преданности Родине, верности долгу, бдительности, ответственности за надежную защиту и охрану рубежей нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова